Пуч там почти убил баунти хантера, но квапау тут задало жару, конечно. Чуть не умер пучик. Ну что, вроде разошлись. Разменивались, разошлись и... Собственно, на этом всё. Забыл я закрыть контакт и идут там всякие разные звуки. Может кто-то там подписывается на что-то. Да, у меня есть же свой паблик в ВК. Я его там, когда камеру включаю, есть на него ссылка. Вот если хотите следить за записями, за будущими трансляциями, которые есть, конечно же, подписывайтесь. Не только по доте и по Клайву, если вы там, может быть, знаете, что такое квейк. Это на самом деле тоже очень интересно. Может быть, у вас появится желание наблюдать за этой дисциплиной. Так, ну, падает очередная вышка на центре. Иллюзия виспа умирает. А что своровал Рубик? Рубик своровал Dual Breath. Фура подходит на центр. По-моему, это пуш. По-моему, это пуш от команды GD сейчас будет на центр. Пока Балас накидывает всяких треков. Просто, чтобы был какой-то вижен. Пятый левел у Джакира. Макрорайпа нет. Он попадает, да, он попадает. Станами на толку. С этого Сталкет подходит в ульте. Кричит. Классно, Патма. И должны в касании убивать Пуджа. Отлично. Адмирал Бульдог еле живой. Нет, все-таки он выживает. Еле живой здесь был Свена. Его очень быстро убили. Но какой-то такой момент был, когда пытались нексты драться. Но все-таки это быстро очень исправили. БХ сейчас удалось ему убить Адмирал Бульдога. Надо еще попытаться здесь вместе с Клопой раскидать этого Висба. Он такой сочный. Блин, 300 хп. Летит Дженада Тос. Прокаст от Мантиса. Падает Висп. Остался один Рубик здесь в живых. Кидает на него трек. Мантис пытается бежать сзади, накидать рукой. Дженада Тос. Хорошо под треком убили. Ну вот, вот так вот надо делать камбэки. Здесь Сталкет бежит за Бомбоя. Есть ли Стан? Стан сейчас отказывается. О, четко гранату скидывает Бомбоя. И вылетает сейчас на Firefly оттуда. На всех парах просто спешит домой. Скорее под источник. Блэк с Респа подходит вместе с Виспом. Видимо это был Релокейт. Цепанул Джакира. Укусил Джакира. Но как вовремя влетает Стан от Сталкета. Тут же Адмирал Бульдог должен кого-то спрятать. Круткастует Мекку. Подлечивает Блэка и себя. Запирает в Кинетик Филл сейчас Адмирал Бульдога. Под треком или нет убивают его я не вижу. Но Паджа еще сейчас должны под треком убить. Правда немножко, немножко, немножко. Чуть-чуть. Ай, не удается добежать. Поймали Сталкета. Летит Хук чуть-чуть. Не попадает в Свена. Летит опять-таки болт от Рубика. От веточка. От веточка прилетает. Какая длинная драка. И на протяжении всей этой драки летят разные. Ну вот эти вот треки, которые раскидывает БХ. То есть размены сейчас, мне кажется, на пользу Nextoff идут. То, что я сейчас вижу с дабл дэмэджем Бомбоя. Блин, у него и гем еще. Не, какие-то фраги. Вот здесь больше фрагов в сумме сделали Nexty. И фраги эти под треками. Как видите, преимущество, мне кажется, до этой драки было намного больше у Zero. Сейчас только 2000 по XP. И где-то 3000, да? Да, приблизительно. Ну, 3-4. 3,5, скажем так. 3,5 тысячи по золоту. Около того. То есть это еще можно отыграть. Правда, на 13-й минуте все-таки. Это неплохие такие показатели. В чем там Квапа закупается? Аганим собирается сделать. Скорее всего. Ну, Адмирал Гульдог с Мекой бегает. Мекой и просветочка у него есть. Не отказывается Zero от своей идеи пропушить дальше. Может быть, со второй попытки им удастся это лучше сделать. Просто у них тут на бот идет атака такая, под смоком. Квапа заряженная с ультом. Может сделать очень больно. Цепанул путь шкрипа. Какой-то, наверное, это был. Хук удачи. Что там стакает бомбоя? Бомбоя. Не знаю. Такая привычка, по-моему, от Вилата. У меня всегда говорят секси бомбоя. Надо отвыкать. Надо все-таки правильно бомбою. Чутка пофармить хотят. Пока, чтобы не стоять просто так вот на линии. Тупо хоть какой-то фарм получать. Нексты начинают все-таки стягиваться на центр. Понимают, что драки им здесь не избежать. Рано или поздно ворвутся под вышку. И начнут ее очень-очень сильно коцать. Защищать ее как-то надо. Глиф, кстати, есть. Как у одной, так и у другой команды. Как у одной, так и у другой. На топ партийца у нас Фура. Кстати, как называется его? Просто телепорт. Телепортейшн. Да, под кинетиком сейчас должны очень быстро убить Блэка, если в касание удастся. Но какой классный стан от Рубика. Он очень многое сделал. И своровался с ульту Квапы с Сониквейвом. Нанес колоссальное количество урона команда NextKZ. Блэк умер самым первым. Потом отправился на респаун Рубик. И Бомбоя влетел вот не совсем вовремя, может быть. Ну, хотя они все-таки все сделали нормально. Четвером умирают NextKZ. Три живых героя у Zero. Плюс к тому же есть Фурион, у которого просто немножко не хватает маны. Сейчас Тизерит Висп восстанавливает немножко маны. Профиту. И Адмирал Бульдог, наверное, сейчас делает трендов. Да, и тут как бы... Ну, просто этот Глиф, который, если сейчас поражать, он абсолютно будет бесполезен. И сжать его, конечно же, не следует. Блинкдаггер появляется у Бомбу. Профит, может быть, чем-то новеньким удивит. Наверное, Хекс будет собирать, накопит на ультимейт Орб. И потом с этого ультимейт Орба начнет сборку Хекса. Вполне может быть и так. Привет всем. Привет, Фейс, конечно же. Подходят люди. Не знаю, что там произошло. Может быть, кстати, закончили свои стримы. Популярные Дота 2 комментаторы. По-моему, Виспу сейчас не сдобровать, но он тизерит Блэка, который... А, его глимпсанули обратно. Забей. Разорвало просто пацана там. По одному. Как-то если вырубать вражескую команду по трекам, то можно сделать очень такой легкий камбэк. Куда-то там все деньги у квапы делись на Огрекс. Скорее всего, она потратила. Да, следующий девайс, который надо купать для Аганима, это именно Огрекс. Потому что... Не, ну, можно, конечно, купить и Блэйд оф Алакрити. Это просто не актуально. Надо получать максимальную пользу от вложенных денег прямо сейчас. Цепляют. Успеет ли скинуть уль? Да, успел все-таки Дистраптор скинуть с ульту. И там пошел замес. Мантис может ультануть. Нет, не может. 15 секунд. КД ульта. Сталкет. Запирает его с прут. Четко. Адмирал Бульдог рукой накидывает. Начинает накидывать вместе с овером. Да, убивают здесь Свена. И бегут еще за Мантисом. У него блинк вроде бы есть, но не спешит он делать блинкаут. Прятался здесь. Там пытается убежать в БХ. Просто есть гем у Бомбоя. И к тому же у него еще есть блинкдагер. К нему тизерится Висп. Сейчас еще один. Да, и граната. Все. Что теперь делать? Можно забрать вот это. Можно забрать... Ну, не забрать, а просто покосы. Да, что я делаю сейчас. Зеро. Все, там тринды доковыряли. Амирал Бульдог получает... А, нет. Все-таки купил Мидас. Как странно. На такой минуте и... Ну что? Спрут? Не-не-не. Адмирал Бульдог не умрел. Его глимсуют. Кстати говоря, может быть, немножко рано глимсуют. Надо было попозже глимсовать. Пришлось Мантису потратить... Потратить ультимейт. А кулдаун у него не такой уж и маленький. Безагонима не на 16-м левеле. Да? Цепляет. Сейчас под хостом. Кстати, ну что ж ты, Блэк, дружище? Промазал таким хуком. Все равно бьют здесь. Летает граната. Раскидывает она также других игроков NextKZ. Отбратно на ХГ, где стоят Zero. Там можно будет хук. Еще цеп... Отлично попал хуком в баунти-кантер. Его должно просто здесь тоже разорвать. Там есть гем у Бамбу. Если вы помните. Ну, цепанет. Гранатка влета... Нет. Не столкнуло. Дальше. Еще хук на попереду. Смотрите. Сталкета поймали. Тоже загрызли. Вот еще вышка, которая может умереть. На топе Адмирал Бульдог пушит другую вышку. Но вторую карту не смогли. Не смогли NextKZ отжать. Все-таки... Первая как-то для них была полегче. Ну, странно, что два таких матча, которые сначала качели. Сначала в одну сторону. То есть, одна команда сильно обыгрывает другую. Теперь другая сильно обыгрывает. Еще один хороший хук от Блэка. Вновь убивает Джакира. Кинетик Филд. Слушайте, а сюда вообще можно было бы ультануть. Прилетает Адмирал Бульдог, дает Мекку. Все живые. Курш собирается пайп купить. Давайте посмотрим. Я вообще тут не показывал, что есть у NextKZ. Только на квапу как-то внимание обращал. Сейчас хоть прокликал. Надо чаще прокликать героев. Но здесь похоже, что и Манчису не сдобровать. И сейчас Свена в очередной раз убьют. Ему там 9 тиков есть. Но не сможет выжить. На байбэк денег нет у него кого. Практически. Да, и квапа забайбэчилась. Но выжить у нее не получается. Как вы видите. ГГВП пишет Cellcat. И похоже, что NextKZ сдаются здесь. Даже без попытки одевить как-то вторую линию. Там понятное дело, что после этого замеса они первую линию проигрывают. Ну вот и все. Да, ГГВП. Начинает дисконнектиться NextKZ. Слушайте, ну хорошая получилась игра. Особенно первая мне понравилась. Потому что, ну просто вторая так долго начиналась, что... Не люблю такие большие ожидания матчей. Они немножко... Они немножко... Они немножко... Как это правильно сказать? Мешают сосредоточиться. Потому что ты не понимаешь, что да как. Сложно потом собраться, короче говоря, лично мне. Какие трансляции еще ждут нас сегодня? А то я поздно подошел. И что сыграли? Ну мы только сегодня посмотрели один матч NextKZ против бывшей команды Maus. Это Zero. Ну и как я уже говорил, команда тяжело было назвать. Потому что там, блин, три стейдинга играет. Это вообще ужас какой-то. Вот. Ну а сегодня, наверное, трансляции больше я вести не буду. Там есть одна игра на Госулиге. Но она не такая интересная. Я бы... Я бы на самом деле, наверное, потратил бы это время с большей пользой для себя. Вот. Ну да, вот начинает раскручиваться пятый сезон Госулиги. Будет еще очень много хороших матчей. Поэтому продолжайте следить за нашими трансляциями. Вот. Пожалуй, на этом все. Прощаюсь с вами. Спасибо за ваше внимание. Ждите записи в скором времени на YouTube. Не забывайте подписываться на наш паблик ВКонтакте. Любите Доту. Играйте, побеждайте. Удачных вам выходных. До скорых встреч. Пока.